Выходи здесь! Вперед! Искупаться в плеченской воде не всякий решится. Одни хотят показать свою молодецкую удаль, другие погружаются в ледяную воду по душевному порыву. Накануне готовятся и постятся, укрепляют свой дух. В Михайловском районе в этом году для желающих окунуться в зимнюю прорубь было предложено несколько мест. Съемочная группа Михайлов ТВ побывала на нескольких. У Архангельского храма города на побережье реки Проне, в половине 12-18 января начался молебен, который провел настоятель этого храма, протеерей Вячеслав Штанько. Параллельно, напротив Сан-Педемстанции в центре Михайлова впервые было организовано место для крещенского купания. Городские власти во главе с Романом Александровичем Бабаевым создали условия для жителей города, желающих окунуться в святую водицу. Тут было все. Удобный подход купели, шатер, горячий чай и сладкое угощение, пирожки с капустой, повидлом, творогом и плюшки. Духовную часть взял на себя иерей Александр Рунов, настоятель Екатерининского храма. Не случайно в 12 часов ночи вас так много здесь собралось. Поэтому сегодня ночь святая, сегодня ночь особенная для каждого христианина, для каждого крещеного человека. Возле архангельского храма собралось в эту ночь более 150 человек. Более 70 окунулись в святую крещенскую водицу. Окунаемся, выходим спокойно, без смеха, без шуток, чтобы Господь всем нам наше купание обратил в оздравие души и телу. Один раз в году читается особая молитва на освящении воды. И все, кто принял участие в богослужении в эту ночь, почувствовали благодать, крещенскую благодать, необыкновенную. Какое небо было в эту ночь, открытое, звездное, душа чувствовала близость Бога. И действительно, в эту ночь происходили чудеса. А днем мы с радостью приняли участие в молебне в селе Анино. Там, в купеле благочинный 2-го округа, протеерей Сергий Орлов отслужил молебен и поздравил всех селян с крещением Господним. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, Возлюбленные Господи, братья и сестры, сегодня мы с вами совершили крестный пункт на Иордан. В годичном кругу освящается дважды святая вода по великому чину. Вчера на крещенский сочельник, на день просвещения, мы освящали в храме. Сегодня мы с вами пришли на Иордан, как наши древние православные христиане это делали. Вот сегодня мы на святом месте, в село Анино, сделали купель, то есть можно здесь искупаться желающим, осветили воду. Сегодня праздник Богоявления по-другому называют крещением. Когда нашему Спасителю Иисусу Христу исполнилось 30 лет, к Иоанну Претечи был голос, что он должен был идти на Иордан и крестить на водах всем, которые приходят к нему. Крещение это предуснаменовало как бы покаяние. От Иоанна получали прощение грехов на воде Иордане. И вдруг, когда он видел Иисуса Христа, и он смущенно сказал, ты ли приходишь ко мне, мне надо бы приходить и креститься и каяться от тебя. Тогда Спаситель наш сказал, оставь, всякую правду нужно делать так, как нам Отец Небесный повелевает. Дорогие друзья, вас поздравляю с этим праздником. Вот эту святыню, которую всех не принесете, может быть не всегда удастся нам прийти в храм, когда духовные силы оставят вас с верою. Будете пить эту воду, получите исцеление. С праздником вас, дорогие друзья! Спасибо вам большое! Еще хотел сказать, когда я учился в школе, вот, ну в советское время, учитель физики говорит, вы знаете, почему, говорит, вода святая становится? От того, что, говорит, у священников серебряный крест. Он говорит, когда погружает, естественно, воды меняется. Вот я сегодня специально взял деревянный крест. Понимаете? А все равно освещается вода. Нет прикосновения ни от золота, ни другого металла, ни серебра, а призвание Духа Святаго. Мы же все призываем имя Божие, Отца и Сына и Святаго Духа призываем, и Господь нас слышит, Он среди нас, и Дух Святый спускается, нисходит и освещает естество воды. Так что вот, дорогие друзья, вот эту мысль я вам открыл. С праздником вас! Главное дело, чтобы грязно не было. Ой, Ордан, не крещайся тебе, Господи, тройте, скорейся, поклонение. Праздник получился чудесный. С самоваром, печеньями, пряниками и положительными эмоциями. Во имя Отца и Сыны и Святаго Духа! Аминь! Во имя Отца и Сыны и Святаго Духа! Аминь! Во имя Отца и Сыны и Святаго Духа! Аминь! Прям светло, и вот народ какой-то свой видишь. Ну, жизнь, мало народ. Все зима пройдет, и народ не увидишь. А то вот так будут собираться, видятся все. Очень хорошо. Дай Бог всем здоровья, кто вот все делает для нас. И вам тоже. Да, как-то раканы запеченные жили. Поползали вокруг своих домов, и все. От порога до двери, и все. И дальше некуда. А сегодня вот настоящий праздник. Мы легко как-то встала. С утра встала, голова болит, все болит, вроде раскалывается. А пришла сюда, прямо легкость какая-то. И это, в душе и настроение поднялось, и все это. Нормально. И на душе у нас радостно от этого праздника большого. Душа как бы очистилась, как бы в храме побывали. Как будто в храме, скоро у вас будет храм. Хоть мы и вчера были в храме в Фирюлюшке, но сегодня здесь тоже пришли. Ну, это свой праздник уже. В своей родной деревне. Да, все свое уже. Да. Приехали, на праздник спешили, успеть хотели. Это вы с Москвы даже приехали? Да, да. Батюшки. Здорово. Вам вообще здесь нравится? Нравится. Ну, у нас здесь домик есть, мы приезжаем. Ну, наша деревня красивая, хорошая, тихая. И рада, у меня душа прямо сейчас. И все бы была, у меня душа поет в этой деревне. Надеюсь, что я рада вам. И батюшка приехал, как хорошо он говорил. Ой, как хорошо, все чисто, все ясно, понятно, очень хорошо. Это благодать Божия. Вот так, благодать Божия. Прям собралась, и Господь сразу меня собрал. Мама, я говорю, Сережа, я ведь тоже хотела бы. Ну, тогда собирайся, собирайся. И собралась быстро. О, как Бог помогает. Спасибо, Сережа. И чайку даже, и чайку. И чайку, и все собрали, и вот как хорошо. А то бы дом сидела. О, Господь помог. Когда приезжаем, помогаем. Там вот, где косить, где убираться там. Легче становится на душе. Без Бога никуда. Готовились. Односельчанам помогли, расчистили площадки. Лопатами тоже тут поработали. Дороги почистили. Ну, что, самоварчик, костерок. Все так от души постарались. Спонтанно, но, слава Богу, все получилось. Спасибо всем односельчанам, которые пришли. Такой праздник у нас получился. Радостный. Вы должны в нуле, да? Да. Сподобился. Вот дичь холодная. Три раза, ну, надо думать. По-настоящему ледяная. Сегодня холодно? Ну, настроение как праздное. Ну, настроение, ну, видно. Бодрое, конечно. Чуть жалкости разъезжается. Хотелось бы, чтобы еще как-то пообщаться. Ну, уже все вроде бы подошло к концу. Но сразу забота своя. Но ничего, все равно. Все, слава Богу, да. Потихонечку, не все сразу. Спасибо большое нашему благочинному отцу Сергию за такой молебен. Можно сказать, вот только второй год здесь началась молительная жизнь в селе. Спасибо нашим батюшкам, которые нас окормляют здесь. Слава Богу за все. С праздником. Спасибо, Господи. Правда, от самовара вот особый дух. Да, да. С дымком. Ну, они и травка, видать, заварили, наверное. Может, нет. Председатель православной общины Сергей Анатольевич Пронин и его помощники, жители села Анина, сделали все для того, чтобы духовная радость и радость общения слились воедино и оставили памятный след цепочки добрых событий, связанных с возрождением святого места.